Сначала заманить, потом ограбить. В Московской области три приятеля придумали собственную схему криминального заработка. Действовали под видом коммерсантов, даже арендовали офис продаж. Потенциальных клиентов они звали на переговоры, а потом без лишних слов грабили. Один из потерпевших лишился трех миллионов рублей. Любовь Фомичева о том, почему жертвы сами ехали к бандитам с большими деньгами. Одновременно в Москве и Подмосковье спецназ штурмует сразу несколько квартир их хозяев. Подозревают в разбойном нападении. По данным полиции, бандиты придумали целую схему, как в прямом смысле слова выколачивать из людей деньги. Была у них и приманка, и прикрытие. Злоумышленники разместили в интернете объявление об оптовой продаже строительных материалов по очень выгодным ценам. Для конспирации даже арендовали офис в Одинцове. И вскоре на их удочку попался житель Истры. Лжекоммерсанты сразу предупредили потенциального покупателя. Расчет только в офисе и только наличными. Мужчину это не смутило, а зря. В назначенное время предприниматель приехал по указанному адресу. Злоумышленники сразу же пригласили его в переговорную комнату. Через несколько минут в помещение ворвались трое мужчин. Они стали угрожать бизнесмену пистолетом и требовать деньги. Жертве ничего не оставалось, как отдать бандитам 3 миллиона рублей. В квартирах подозреваемых полицейские нашли четыре травматических пистолета, кастеты, рации, часть похищенных денег, дорогие наручные часы и поддельное удостоверение представителя общественной организации, очень похожее на документ полицейских. За что задержаны сотрудниками полиции? Статью называли. Якобы за вымогательство или разбой. Все как один свою вину злоумышленники решили отрицать. Вы совершали какие-то противоправные действия? Ничего против закону? Ничего против закону не совершено? Ничего против закону не совершено. Подозреваемым грозит 15 лет тюрьмы. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», совершенной организованной группой в особо крупном размере. Полицейские устанавливают, сколько всего жертв на счету задержанных. Любовь Фомичева, Петровка, 38.